Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Здравствуйте! В студии Ирина Меркурьева и эфир канал РЕН-ТВ продолжают новости Анапа-регион. Сегодня в выпуске. На борьбу с авитаминозом в станице Анапская – Краевой день здоровья. Лоск и чистота. Анапчане наводят порядок в городе. А сейчас обо всем подробнее. Тема дня – здоровье. В субботу в Анапской 20 врачей из городских и краевых учреждений здравоохранения вели бесплатный прием пациентов. Краевой день здоровья собрал свыше 1300 участников, расскажет наш корреспондент. Так и живем в постоянной суете, забывая, что нашему организму без помощи никак нельзя. Здоровье – это прежде всего необходимость жить дальше. Сколько мы проживем. Все зависит от того, насколько качественно мы будем относиться и добросовестно к себе лично. А самое главное – это забота государства. И вот сегодня предоставлены такие услуги, такие условия, бесплатные. И мы это должны, самое главное, с вами ценить. Краевой день здоровья в Анапской начался с концерта. Добрые и всеми любимые песни, улыбки, хорошее настроение – первый вклад в здоровье и бодрость духа. С зарядом позитива к врачам. 20 самых востребованных специалистов проверяли состояние здоровья пациентов и давали ценные консультации. На Дне здоровья очень часто выявляются заболевания. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет. Но такой уникальный случай у нас был недавно, когда мы проводили в Первомайском округе. Мы выявили декстропозицию сердца. То есть это когда сердце находится не с левой, а с правой стороны. Причем человек был довольно пожилой, никогда в жизни не обращался к врачам. Выявление различных патологий и заболеваний – главная цель Дней здоровья. Нередки случаи выявления аритмии и шимической болезни сердца. Краевой День здоровья тематический, посвящен профилактике весеннего авитаминоза. Учреждения здравоохранения соревновались в конкурсе информационных бюллетеней. Первое место заняла амбулатория города-курорта, на втором месте – медперсонал станицы Гастагаевской. Симптомы авитаминоза – вялость, сонливость, упадок сил, изменение кожных покровов. Врачи рекомендуют добавить в рацион больше фруктов, овощей, зелени и витаминные комплексы. Причем здесь необходима консультация специалиста. Не стоит заниматься самолечением. За день специалисты успели принять более 1300 жителей курорта. Кровь сдала, потом что еще, кардиограмму прошла, рост и вес мерили у меня. Спасибо огромное за заботу. Все-таки часами не стоять в поликлинике, а тут очень хорошо. Очередной День здоровья пройдет 7 апреля на Театральной площади. Общегородские субботники в Анапе проходят каждую неделю. В первых рядах, конечно, общественники. Люди, которые душой болеют за родной город. Глядя на них, трудно оставаться безучастными. Но уборку и благоустройство с ТОСовцами дружно выходят жители курорта. Еще год назад этот участок был в частных руках. Вроде бы при хозяине, но, как это часто бывает, стоял брошенный и грязный. Теперь, когда земля перешла в муниципальную собственность, жители 12 микрорайона следят за порядком каждый день. Очистили от грязи, мусора и прошлогодней листвы. Эта улица центральная. Здесь и школа, и детский сад. А потому требуется особенная чистота. Не от случая к случаю, а постоянно. Цветы подсажены. Деревья все вскопаны, кустарники. Подсажены новые еще. Цветы подсадили. Вот осталось, сейчас только осталось побелить. Почти каждый день народ выходит, помогает. Все заинтересованы, чтобы было в каждом дворах красиво, хорошо. Генеральная уборка прошла и на старом кладбище. Более 50 человек утровых одного дня провели в трудах на благо города. Активисты спиливали сухие деревья и ветки, собирали мусор. Казаки, военнослужащие, жители близлежащих домов и все неравнодушные напчане вышли на уборку старого кладбища. Заместитель директора муниципального кладбища выделил для помощи своих людей и технику для вывоза мусора. Побелка деревьев, обрезка сухостоя, уборка прошлогодней листвы. Убираем, чистим, вывозим. Хотим, чтобы это такое святое место было бы всегда ухоженным, было бы всегда чистым. Молодежный православный круг храма Серафима Саровского не остался в стороне. Был объявленный субботник, в котором нам предложили поучаствовать, убрать кладбище к праздникам. Ну и мы от Объединения православной молодежи круг, ну кто смог, пришли, чтобы помочь убрать здесь. Пилим, убираем, косим, таскаем, все, приводим в порядок, чистота и порядок. Наш девиз. Уборка заняла всего несколько часов, но дворы и памятные места города преобразились. В предстоящую субботу, 4 апреля, Анапа присоединится к Всекубанскому субботнику по наведению санитарного порядка и благоустройству. А сейчас к другим темам. В минувшую субботу в селе Витязево отметили День независимости Греции и юбилей. 25 лет Анапской общественной организации греков Гаргипия. Открыл торжественное мероприятие глава Новороссийской епархии епископ Феагност. Он провел праздничную службу в храме святого Георгия Победоносца. Будучи православными людьми, мы имеем традицию начинать с молитвы все. Тем самым, полагая в основании своей деятельности, молить Бога, призывая ему на помощь, как в радости ходить в бою. От всего общества слова признания Господа Владыка и благословите нас на дальнейший друг. В завершении Божественной Литургии епископ Новороссийский и Геленджикский Феагност поздравил прихожан с Днем независимости Греции от Османского Ига и юбилеем греческой общины. Глава Анапы Сергей Сергеев стал почетным гостем на празднике Витязевцев. Торжественный концерт по случаю юбилея общественной организации греков прошел в Доме культуры села Витязева. Большой концерт организован Анапской общественной организацией греков Горгипия во главе с председателем Андреем Папандополо. Теплые слова поздравления грекам от главы города-курорта Сергея Сергеева. Я хочу пожелать сегодня, чтобы праздничный день, сегодняшний праздничный день принес вам в дом, в наш общий дом, на Крымский полуостров мир и согласие. Каждую семью принес достаток, чтобы все мы были здоровы, чтобы счастье всегда улыбалось. Почетными грамотами главы города удостоились те, кто внес весомый вклад в развитие общины и села. Греческая диаспора в селе Витязева бережно хранит культурное наследие. Все патриоты своего города, своего села. И очень приятно было, что сегодня меня награждали и не забыли про меня. Мы всегда очень рады, когда организовывает наше общество такие праздники. Мы всегда принимаем участие во всех греческих концертах. Всегда мы благодарим наше греческое общество Андрея Николаевича за то, что он нам дает возможность показать себя, то, что мы умеем, нашу греческую историю. Праздничное мероприятие посетили генеральный консул Греции в Новороссийске Фрагистос Касталенос, председатель региональной национально-культурной автономии греков Крыма Таврида Янис Шонус, председатели греческих общин Краснодарского края. В концерте приняли участие творческие коллективы Витязева и приглашенные гости из Анапы. Зал восторженно встречал аплодисментами выступления вокалиста Талемаха Муратова и любимые греками танцевальные номера ансамблей Горгипия и Гелиос. В селе Цибанабалка торжественная церемония награждения собрала ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В честь 70-летия победы от имени президента России по поручению главы города-курорта Сергея Сергеева медаль ветеранам вручил председатель Совета депутатов Леонид Кочетов. Ветераны Великой Отечественной войны, малолетние узники, труженики тыла – все внесли бесценный вклад в победу 45-го года. Житель Приморского сельского округа Константин Макреди – участник трудового фронта. Когда началась война, ему было 11 лет. Тогда его, как и всю молодежь, посылали на строительство укрепительных сооружений. Трудность жизненная была, конечно, но выжили. Выжили благодаря тому, что упорно трудились, жили радостно, не унывали, несмотря на то, что война шла, и думали, что если надо, мы тоже пойдем защищать свою родину, своих людей. Во времена Великой Отечественной Зинаида Кикыч была совсем девчонкой. Но цену Великой Победы знает не понаслышке. К наградам на кителях добавилась еще одна к 70-летию победы. Юбилейные медали вручил председатель Совета Леонид Кочетов. Подарки и цветы глава Приморского сельского округа Василий Рогалев и председатель Совета ветеранов округа Александр Грязнов. Школьники показали ветеранам праздничный концерт. Пьянство за рулем – самая распространенная причина ДТП. С 15 по 25 марта в Анапе, как и по всему Краснодарскому краю, инспекторами ГИБДД проводилась операция «Бахус», направленная на профилактику вождения в нетрезвом виде. Операция проводилась совместно с сотрудниками роты ДПС города-курорта, совместно с сотрудниками отдела МВД. То есть привлечены были сотрудники участковые, уполномоченные, сотрудники ПДН, сотрудники отдела внутренних дел. За период проведения операции выявили около 600 нарушений. Любители выпить за рулем тоже нашлись. Задержано 8 водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 8 автовладельцев привлечены к ответственности за несвоевременную уплату штрафов. Данная работа проводится не зря, проводится эффективно. Водители стали внимательнее, стали обращать внимание на соблюдение знаков дорожного движения. Также большое внимание было уделено на предоставление водителями преимущества при движении пешеходов через проезжую часть по пешеходным переходам. Правила дорожного движения для того и существуют, чтобы быть взаимно вежливыми на дороге. Нужно быть ответственными и внимательными друг к другу. С массой эмоций и ярких впечатлений вернулись в Анапу участники первого организованного квадропробега, посвященного открытию сезона. В четырехдневное путешествие по морскому побережью и местам воинской славы на квадроциклах отправились участники клуба СЕФ МОТО и АТВ Анапа Клуб. Эта идея уже не нова, у нас есть цикл программ, называется «Я там был экстрим вершин», и ребята уже путешествовали не в одном регионе, это уже не первая программа, они уже были в Геленджике, в Чечне. Но в Анапе такой заезд прошел впервые. Таким массовым заездом АТВ Анапа Клуб отпраздновали свое открытие. Его участники прониклись духом неоткрытых дорог, желанием познавать новое и неизвестное. Чтобы люди не сидели на диванах и перестали в одноклассниках сидеть, чтобы больше было жизни. Хватит сидеть, давайте путешествовать. Семь экипажей квадроциклов, профессионалы и новички выехали из Анапы 18 марта. Любители активного отдыха посетили музей под открытым небом Атамань, косу Тузла, храм Святой Троицы, грязевой вулкан. Затем переправились в Крым, побывали в городах Керчь, Судак. Двое суток преодолевали горы, по 85 километров каждый день. На высоте 1200 метров посетили памятник крымским партизанам. Завершился пробег в Симферополе. Вместе с анапчанами путешествовали участники клуба из Москвы, Санкт-Петербурга и экипаж из Симферополя. Просто есть способы путешествовать на автомобилях, на поездах, пешком. В том числе и внедорожная техника, квадроцикл. Квадроцикл позволяет за счет малых размеров и небольшого веса залазить в какие-то места, где там уже тропинки. То есть где джипы по габаритам не могут пройти. Квадроцикл позволяет доехать, подъехать, посмотреть. То есть думаешь о природе, о мироздании. Приходите сюда и говорите, хочу участвовать. Пожалуйста, вы с нами. Любители квадротехники открыли новый сезон. А члены АТВ «Анапа-клуб» проложили свой первый маршрут к новым интересным событиям и новому качеству жизни. Активной жизни. И это все новости на сегодня. Далее Наталья Змезгова с прогнозом погоды на завтра. Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Последний мартовский день как раз в духе изменчивого марта. Мы уже привыкли к контрастным перепадам погоды. День ожидается ясный и солнечный с ласковым южным ветром. Но к вечеру станет пасмурно. Ветер слегка усилится. В дневное время воздух прогреется до плюс 11. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова